Дата выхода ForSpoken 23 февраля 2023 год. Это RPG в фэнтезийном огромном мире, который предлагает игроку много активностей и исследований. Совсем недавно вышла демоверсия проекта для PlayStation 5. И надо сказать, что она совершенно не впечатлила журналистов и тех, кто в нее поиграл. Я также опробовала демку и мне есть что сказать по поводу еще не вышедшей игры. Всем привет, меня зовут Яна. Вы попали на канал Леди Вескер. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также вступайте в группу ВКонтакте или Телеграм-канал. Все ссылки есть в описании под видео. Для начала несколько слов о самой игре. ForSpoken – детище одной из студий-издателя Square Enix. Наверняка вы слышали или даже играли в их проекты. Среди них Deus Ex, Final Fantasy от 1 до 16, Tomb Raider, Стражи Галактики и так далее. Игры Square Enix делали разные. Что-то интересное, а что-то не очень. Также они же создали Мстителей, провальную игру-сервис, которую игроки встретили холодно из-за транзакции, то есть доната. И вот ForSpoken – одиночная ролевая игра, рассказывающая о темнокожей героине по имени Фрей, которая попала из нашего мира фэнтезийной, совершенно случайно. Она, избранная, обладает магическими способностями и должна спасти мир. Но девушка совершенно не хочет ничего и никого спасать. Она хочет обратно домой. Кстати, поставь лайк этому ролику и пиши комментарий, хочешь ли ты приобрести данную игру или пропустишь. Компанию Фрей в путешествиях составит говорящий браслет, который, видимо, и дает ей магию. А снять тот она по каким-то причинам не может. Между девушкой и браслетом не прослеживаются теплые чувства. Скорее, наоборот, это два токсика, которые прям ненавидят друг друга. Что касается самой Фрей, она дама серьезная. Такое чувство, что будто вышла из гетто и теперь сильная независимая крушит вокруг врагов. В демоверсии был показан кусочек игры и это почти самое начало. Огромная карта, которую вы можете видеть, хоть и выглядит интересно, но она совершенно пустая. Здесь есть побочные задания в стиле принеси-подай. Их очень много, что удручает. Разработчики, кстати, оперативно отреагировали на обвинения, сказав, что в полной игре таких квестов или не будет, или будет, но намного меньше. Помимо побочек, можно исследовать карту. Активностей достаточно. Зачистить местность, пройти подземелье, убить врагов в определенной точке. Искать сундуки можно, ну и предметы для крафта. Занятий много, но беготня по карте мне показалась скучной, а постоянно спавнивающиеся враги в огромных количествах пугали. Но пустая огромная карта, где все занятия скучны, это полбеды. Здесь скучен даже сюжет. По крайней мере, пока что он не особо привлекает, учитывая то, что обычно бывает в RPG-играх. Интересный сюжет и побочные, не менее интересные задания. Боевая система мне показалась запутанной в начале. Я долго соображала, как и что делать. Но в конечном итоге, поиграв пару часов, разобралась. Бой достаточно динамичный, можно использовать разные заклинания и в ходе битвы менять их. А после заменять и прокачивать, если хотите. Сам геймплей похож на последнюю Final Fantasy. Героини отскакивают и отпрыгивают от врагов точно так же, как Ноктис и его друзья. Если вам зашла последняя финалка, по стилю боя, ну точнее не последняя, а там, где был Ноктис, возможно, Форспокин тоже зайдет. Но мне не понравилось количество врагов. Я вроде убила всех крокодилов, отошла на пару минут от места, вернулась и их стало в два раза больше, чем раньше. Для чего это сделано? Чтобы бесконечно бить их и прокачиваться? Мне такой гринд особо не заходит. Если бы я хотела именно этого, то пошла бы в Блэк Десерт. Кстати, героиня по способностям напоминает мне оттуда класс колдуньи. Прям сильно. Да и сама Форспокин очень похожа не на RPG, а на ММО-RPG. Не хватает только других игроков и доната. Тут имеется система крафта. Собирать можно из сундуков или из боссов предметы и улучшать плащи, ведь Фрей именно их носит. А остальную одежду почему-то не меняет. Ну может потом можно будет как-то это сделать. А еще самый смак это ноготочки. Девочки, записываемся на ноготочки. Цвет ногтей героини. Можно красить в разный дизайн. Он дает бафы. Вот это я понимаю, NextGen. Также меня смутили маленькие субтитры, которые даже при увеличении остаются небольшими. Если играть на большом экране, фиг ты эти сабы увидишь. Что тоже большой минус, я считаю. Игра на английском языке, но у нее есть русские субтитры. По крайней мере в домоверсии. Что будет в конечной версии игры пока неизвестно. Учитывая последние тренды, вполне возможно, что их могут убрать. На самом деле, несмотря на это и на обилие ярких цветов во время заклинаний, у меня создалось впечатление, что игра создавалась от девочек для девочек. Все эти ноготочки, яркие краски и темы сильных и независимых явно не будут интересовать мужское население геймеров. Лично мне такие приколы разошли. А вот, почитав комментарии на форумах тех, кто играл, преимущественно мужчин, я поняла, что тем такое, наоборот, не понравилось. В любом случае, у Форспокин еще есть шанс стать продуктом выше среднего. Есть тут хорошие моменты. Но, увы, пока что минусов намного больше. И они заметны даже в домоверсии, которая, по сути, наоборот, должна быть вылизана до идеала. Несмотря на свой огромный размах, Форспокин кажется маленькой игрой с недоработанным сюжетом и вообще проходником, а не проект, на который стоит обратить внимание и который стоит 6 косарей. Я думаю, что цена ему косаря 2. Да, здесь есть красивые пейзажи, магия интересная и боевая система может увлечь, если узнать ее получше. Однако, боюсь, что это не спасет от провала, покуда разработчики не исправят проблемы. В любом случае, обрекать Форспокин не хочется. Возможно, из нее выйдет какой-то толк, но не за такую цену, как по мне. Так что, давайте будем ждать ее вместе и посмотрим, что выйдет в конце. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставляйте обязательно комментарии. Играйте только в хорошие игры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok